Добрый вечер, Виктор Николаевич. В последние месяцы Крымская столица отметила достаточно много и праздников, и каких-то событий. Это и 232-я годовщина со дня основания Симферополя, и День России, открытие памятника вежливым людям возле здания Госсовета. Сейчас, в ближайшие дни, планируется открытие памятника Екатерине II в нашем городском саду. Сегодня мы постараемся поговорить только о городе, о его настоящем, о его прошлом, о его будущем. Виктор Николаевич, когда вы впервые увидели Симферополь, каковы были ваши первые впечатления, какие ощущения у вас тогда были? Ну, немножко вернемся к началу, потому что действительно не последние месяцы, а с 2014 года идут сплошные события. У нас в городе, в Крыму идет перестройка, можно так сказать, идет вливание в российское законодательство. И, конечно, это очень серьезные, серьезные вопросы для симферопольцев и для руководства города, потому что очень много необходимо было сделать. И делается совместно, конечно, с нашим верхним руководством, с министерствами, с нашими советами министров, с госсоветом, которые активно участвуют в жизни города. И понятно, что на протяжении этих двух лет идет очень серьезная, кропотливая работа для того, чтобы все стабилизировалось в городе Симферополь. В Симферополь я действительно приехал в 1984 году, это был зеленый красивый город, много цветов, много фонтанов, которые работали. Да, это был Советский Союз, все крутилось, ну, конечно, было меньше автомобилей, было меньше транспорта в городе, но в то же время это был, можно сказать, небольшой уездный город, куда приезжали, мы помним, прекрасные дни, когда было по 10 миллионов отдыхающих, так или иначе они проезжали через город Симферополь, следовали пункту отдыха. Но в то же время город всех смог пропускать, всем мог предоставить ту или иную услугу, которую необходимо. И, конечно, он радовал глаз, потому что много цветов было, все кольца были у нас в цветах. Набережная прекрасная, которая была востребована и Симферопольцами, и крымчанами, конечно, гостями нашего полуострова. И я думаю, что сегодня задача стоит очень серьезная, чтобы вернуть ту былую славу, то, что происходило, это и фонтаны, и озеленение, ну, и многое другое, о чем мы сегодня поговорим, которое необходимо восстанавливать. Сегодня радует то, что есть возможность все это сделать, сделать при поддержке Совета Министров, при поддержке депутатов Государственного Совета, которые заинтересованы в том, чтобы город был столицей. Столицей с большой буквы слова. Виктор Николаевич, много говорится о новом позиционировании города Симферополя. Кто-то говорит, что сегодня это уже не город-собиратель, кто-то говорит, что сегодня это уже не ворота Крыма. Вот на ваш взгляд, каковы ближайшие перспективы города в этом плане? Ну, мы сегодня видим, что город это центр притяжения всего полуострова, всей республики. Здесь практически находятся все и все. Это и федеральные службы, и республиканские службы, и много городских служб, которые сегодня здесь базируются. И, конечно, мы видим сегодня и наплыв здесь, и увеличилось количество жителей. Хотим, этого не хотим. Хотя по переписи 358 у нас тысяч в городе Симферополе, но реально до полумиллиона мы сегодня наблюдаем в городе Симферополе, и это каждый день. И, конечно, необходимо, чтобы была нормальная инфраструктура, чтобы всем было комфортно, уютно, чтобы были прекрасные конференц-залы, которые нужны, чтобы были прекрасные парки, восстанавливаются. Мы видим сегодня уже и фонтаны, которые у нас работают, и еще есть над чем работать, и будем, конечно, этим заниматься. Скверы, естественно, необходимо привести в порядок, я считаю, один из важных вопросов, это набережную. Это наша история, с ней очень много связано, мы смотрим, и фильмы снимаются здесь, и история не только для крымчан, история для всего бывшего Советского Союза. Поэтому, конечно, это место, которое будет востребовано, хотя оно сегодня не очень приглядном состоянии, оно в то же время востребовано. Но проекты сегодня находятся на согласовании, идут расчеты, там утряска идет с российским законодательством для того, чтобы в следующем году можно будет уже приступать поэтапно, приводить порядок набережную, которая известна, я считаю, что во всех странах СНГ, кто здесь так или иначе побывал у нас в городе Симферополя. Естественно, это должен быть торговый центр, это должен быть политический центр, экономический центр. Очень много предстоит сделать и на наших исторических улицах, которые сегодня, буквально, я считаю, что в этом году начнется Карломарса-Пушкинская реконструкция, есть средства, заканчивается проектирование, и, конечно, идет обсуждение, как она должна будет выглядеть. После полной подготовки нашими проектировщиками, конечно, будем обращаться к симферопольцам, с ними обсуждать, я думаю, что у них что-то еще почерпнем. Хотя подняли всю историю в музее города Симферополя, собрали фотографии, собрали, как она выглядела, и, конечно, постараемся вернуть ей тот статус, но, конечно, уже в современных материалах, в современном видении. Это и безопасная улица, и, конечно, без транспорта, должна быть полноценная зона отдыха, в первую очередь для симферопольцев, для крымчан, ну и, конечно, для гостей города, которых мы видим с каждым годом и с каждым месяцем все больше и больше у нас в городе Симферополе. Сегодня много инвестпроектов приходит, сегодня к нам в город идет отработка, смотрим вопросы для того, чтобы выделить землю. Буквально месяца два назад общались с Симферопольским районом, который совместно с городом готовы участвовать в инвестпроектах своей землей, мы своими инвесторами для того, чтобы строить и жилые дома, и лечебные учреждения, и детские садики. Тем более, это сегодня, думаю, будет на руку не только району, но и, конечно, городу Симферополь. С советских времен Симферополь был достаточно многогранным. Кто-то его видел городом цветов, кто-то городом фонтанов, кто-то видел его городом живописной набережной. В чем, на ваш взгляд, сегодня должна быть изюминка Симферополя, и какие инфраструктурные проекты сегодня необходимы для того, чтобы, с одной стороны, вроде бы сохранить старое, то, что есть, красивую архитектуру, какие-то традиции в этом плане, и в то же время город приобретал какие-то новые современные черты? Ну, я считаю, что, в первую очередь, он должен быть комфортным. Комфортным для симферопольцев, конечно, для крымчан. Комфортным, уютным, удобным. И, естественно, мы должны сохранить историю. История города Симферополя довольно-таки приличная. И, конечно, здесь было очень много известных людей. Мы не должны об этом забывать. Мы должны, конечно, это помнить и везде делать все возможное, чтобы это знали все симферопольцы и крымчане, и гости. Поэтому сложно сказать, в чем изюминка. Изюминка в том уже, что это есть город, который надо восстановить, привести в порядок с его небольшими улочками старыми. В том же даже старом городе где-то надо будет реконструировать. Хотя в планах там, как бы, генплан буквально, я думаю, через месяц будем принимать. Там предусмотрена жилая застройка, отселение. И, естественно, наша задача, чтобы осталась история. Чтобы мы не разрушили то, что было, то, что было наработано нашими предками. Чтобы наши дети помнили, чтили, уважали ту историю, которая есть. Потому что, если мы не помним историю, не знаем ее, я думаю, что нет будущего. Поэтому сегодня наши архитекторы, главный архитектор города совместно с республиканским архитектором озадачены этим вопросом. Они разрабатывают, смотрят, анализируют. И, конечно, предлагают на рассмотрение администрации, городскому совету те варианты, которые у них сегодня есть. Я думаю, что совместно мы найдем тот вариант, чтобы удовлетворить все потребности Симферополя, в первую очередь, крымчан. Мы знаем, что в городе Симферополе более 100 национальностей, различные конфессии. Мы должны все это предусмотреть. Мы должны понимать, что никто не должен быть забыт. Все должны понимать, что они у себя в родном городе, что это их родной дом. И, естественно, для этого будет все сделано нашими специалистами, которые этим занимаются. Вы были симферопольским городским головой в достаточно непростой для города, да и для всего полуострова период. Не могу с вами в разговоре не коснуться событий Крымской весны. Как вы оцениваете, вот уже с позиции сегодняшнего дня, все то, что было тогда, в феврале-марте 2014 года? Вот сегодня, спустя уже два года, как вы оцениваете те, наверное, уже, можно говорить, судьбоносные для Крыма дни? Ну, действительно судьбоносные, потому что до Крымской весны был еще Майдан, который хотели мы этого не хотели, но все крымчане были там, как бы отставили позицию Крыма, отставили свои интересы, но понятно, что никто ничего не услышал. Произошел переворот, и тогда как бы на протяжении полугода все это длилось, мы видели, что происходит, и все крымчане и симферопольцы прекрасно понимали, что ждет наш край, что ждет наш город, потому что здесь более 80% русскоязычного населения, все общаются на русском языке, и то, что происходило, это украинизация сплошная, переписывание истории, извращение истории, естественно, это никого не устраивало, и симферопольцев, и крымчан, и когда произошел референдум, конечно, все в едином порыве пришли на избирательные участки, проголосовали более 97%, это серьезный показатель, это просто уже необратимые факты, которые невозможно переписать, и, естественно, сегодня мы прекрасно понимаем, то, что происходит там, и происходило бы с нами, я думаю, что было бы еще хуже. Сегодня идет планомерная работа, сегодня никто не задумывается о том, что где-то что-то там, не дай бог, что-то случится, будут там бомбить, стрелять, убивать. Сегодня все занимаются приведением порядок города, приведением порядок своего края, своей деревни. Сегодня работают над тем, чтобы усовершенствовать и построить новую инфраструктуру, построить новые здания, сооружения. Школы, садики сегодня строятся. Сегодня многое очень делается, благодаря федеральным средствам, которые выделяются. Естественно, сегодня люди заняты в том, чтобы создать комфортные условия не только у себя в квартире, в доме, но и, конечно, в городе. Город – это огромный наш дом, который должны все любить, должны все ценить то, что происходит. Есть какие-то небольшие, конечно, проблемы, но я думаю, что это все решаемо. Сложно перейти за два года в российское законодательство, но сегодня мы видим, как все это плавно идет, выстраивается, и буквально еще год-два мы увидим полноценную работу, которая действительно сегодня выполняется администрацией города и депутатским корпусом. Понятно, что хотелось бы все очень быстро и скоро сделать, но на все есть как бы фактор времени, который сегодня проходит. Я уверен, что ни один из жителей Симферополя, крымчан, не пожалел о своем выборе, потому что сегодня это факт, сегодня идет полноценная жизнь. Именно стабильность позволяет идти вперед, потому что если бы не было стабильности, созидать не получалось бы. Симферополь сегодня активно развивается, не секрет, растет число его жителей. Граждане, конечно, мы видим в соцсетях, по-разному видят развитие Симферополя, но вместе с тем сегодня очевидно, что все больше и больше симферопольцы принимают участие в жизнедеятельности города и влияют, в общем-то, и на власть, и на условия, в которых они живут. Городские власти каким образом сегодня учитывают те пожелания симферопольцев, их видение городской среды? Ну, сегодня, вот правильно сказали, сегодня как бы симферопольцы активно участвуют в жизни города, такого раньше как бы особо не наблюдалось, но сегодня все заинтересованы в скорейшем приведении порядка города. Сегодня ни один глобальный вопрос сегодня не принимается в городе без общения, без проведения общественных слушаний, без услышания тех пожеланий, которые сегодня есть у нас у горожан. У симферопольцев, потому что работает очень много общественных организаций, которые участвуют в процессе, участвуют в серьезных процессах принятия серьезных решений в городе Симферополь. Естественно, ни администрация, ни горсовет, никто не принимает самовольно каких-то решений без проведения общественных слушаний, без опубликования заранее информации, чтобы симферопольцы могли ознакомиться, внести свои, все это на сайтах есть, внести свои коррективы, внести свои замечания. И, конечно, заключительный этап это общественные слушания, где приглашаются все общественные организации города Симферополя для того, чтобы утвердить и принять тот или иной вопрос, который необходим. Вы свидетели тому, как активно обсуждался там и генплан, да? Совершенно, и генплан обсуждался, и ПЗЗ, как бы все вопросы, которые волнуют симферопольцев, естественно, они не могут приниматься единолично чиновниками, они должны обсуждаться в первую очередь с громадой, в первую очередь с симферопольцами, то, что сегодня и происходит. И это дает как бы посыл и надежду всем чиновникам, которые работают, что они делают правильно или неправильно, но в то же время мы всегда можем совместно с симферопольцами найти оптимальный вариант для того, чтобы он и устроил, и в первую очередь, жителей города, потому что для них все это делается, и, конечно, чтобы он попал в рамку законодательства Российской Федерации. А расскажите, вот не секрет, особенно в соцсетях можно видеть, как депутаты активно работают на своих округах, не скажу за всех, но есть очень активно ведущая работа. Вот как сегодня вот это взаимодействие налажено непосредственно жителей тех или иных районов со своими депутатами горсоветами? Да, ну, у нас 38 депутатов в горсовете, я считаю, что все активно работают на своих участках, у нас 19 мажоритарщиков и 19 списочников, которые действительно отрабатывают свои округа, тем более после Украины они им достались в два раза больше, было 76 депутатов, сегодня 38. И, естественно, сегодня симферопольцы, жители города, в первую очередь, идут к депутату с вопросами, с заданиями, с требованиями, с пожеланиями, и самое главное, что депутаты все это отрабатывают, отрабатывают, если возможно, сразу на округах, если нет, значит, с администрацией, если нет, с городским советом, если это уровень нашей республики, значит, выходят на госсовет, на совет министров, и сегодня не могу пожаловаться на работу депутата, очень активно все задействованы на округах, работают, переживают за свои участки, и, естественно, сегодня много от них зависит, потому что и утверждение, и верстание плана социально-экономическое развитие совместно с депутатами проходило, а, соответственно, это пожелания наших симферопольцев, пожелания наших жителей города, работа очень серьезно ведется, буквально на ближайшей сессии будут выделяться средства, мы нашли возможность совместно с администрацией порядка 40 миллионов для того, чтобы приводить порядок внутридворовые проезды, то, что был больной вопрос не только у депутатов, но и, конечно, у жителей, которые живут здесь, и, естественно, работа ведется и будет продолжаться, это и детские площадки, это и дворовые проезды, и масса вопросов, которые сегодня благодаря избирателям через депутатов доходят до администрации, естественно, администрация четко реагирует на эти вопросы, находит возможность выделять средства, и то, что, в принципе, и хотелось бы увидеть, чтобы была полноценная работа, командная работа, которая сегодня происходит. У нас немного времени, буквально последний вопрос. Вот уже два года власти Симферополя активно взаимодействуют в рамках межмуниципального сотрудничества с правительством Санкт-Петербурга. В преддверии дня города ежегодно проводятся Дни Санкт-Петербурга в Крыму и так далее. Как вы оцениваете эти контакты, насколько они сегодня важны и нужны именно для Симферополя? Ну, пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех субъектов Российской Федерации, которые в сложное время 2014 года пришли на помощь, конечно, не только городу Симферополю, но и всем крымчанам. Ну, естественно, я считаю, что Симферополю повезло больше всех. У нас куратор Санкт-Петербург это о многом говорит. Естественно, была, была, она проводится до сих пор, очень серьезная работа. Это и техника различная, которая нужна для города. Это и компьютерное обеспечение, это и программное обеспечение. Это, конечно, и в 2014 году, перед началом учебного сезона, учебного года, это переобучение наших педагогов, которые не сорвали учебный год и начали. И сегодня работа проводится. Огромное спасибо Санкт-Петербургу, всем жителям Санкт-Петербурга, потому что я был в это время в Санкт-Петербурге. Они встречали, помогали, и не только администрация помогала, но помогали все жители. Они собирали средства, собирали какую-то технику и отправлялись сюда, конечно, для города Симферополи. Перед блэкаута, да, особенно там тоже очень много? Блэкаут, это генераторы, это специалисты, которые приехали сюда, здесь работали у нас, безвозмездно помогали с восстановлением линии, конечно, 80 генераторов, которые помогли нашим ветеранам, нашим школам, где раздавались они. Ну, естественно, Санкт-Петербург, но и другие регионы, это и Грозный, который нам помогал, это и Краснодарский край, и многие другие, это и Омск, с которым мы собираемся переподписывать договор буквально в ближайшее время, и Улан-Удэ, все как бы, чем могли, все помогали. Это еще раз дало как бы подтверждение тому, что мы не один на один с проблемами, что у нас за нами огромная страна, которая всегда придет на помощь. Огромное спасибо тем регионам, всей Российской Федерации, которая действительно в сложный период, несмотря на какие-то проблемы, которые были у них, но сегодня мы видим, что происходит. Это и дороги, которые строятся, и мост, который строится, и многое другое, которое сегодня возможно, возможно благодаря тому, что Крым, Симферополь в составе Российской Федерации, естественно, все жители России сегодня очень серьезную помощь оказывают, конечно, городу Симферополю и крымчанам. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я думаю, что в рамках проекта «Лица столицы» мы еще неоднократно встретимся, чтобы более детально, может, обсудить какие-то злободневные вопросы города Симферополя. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в рамках проекта «Лица столицы» был глава муниципального образования городской округ Симферополь, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся в это же время через неделю. В студии был Александр Шелко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин